Мои коллеги, все меня видят, хорошо слышат, отзовитесь. Слышно, отлично. Сегодня наш вебинар посвящен Мексике. Меня зовут Ксения Харченко, и я буду вам рассказывать, знакомить с этой удивительной страной. Мы недавно вернулись из ТАФ-тура, буквально вот вчера, и очень хочу поделиться с вами эмоциями, которые мы ощутили на курортах Мексики и инспектировали отели. Так, наш Winterfest, раннее бронирование. Начнем немножко с вступительной программы. Наше раннее бронирование продолжается. До 31.10. есть еще возможность забронировать Доминикану, Мексику и Мальдивы с комиссией 15% скидки. Также у нас раннее бронирование проходит, да. Также хочу сказать вам по касательно страховки щит от COVID-19. Это дополнительная программа страхования финансовых рисков от COVID-19. Страховое покрытие, которое включает 50 тысяч гривен на одну застрахованную особу, с франшизой 15%. Что хочу сказать. Наши преимущества, непосредственно огромное преимущество, то, что мы имеем собственную принимающую компанию DMC. Мы проверили работу. Ребята полноценно готовы к приему туристов из Украины. Экскурсионные программы. Все это будет и есть уже на данный момент полной подготовки. Трансферы и гиды русскоязычные. Они будут оказывать прием наших туристов, помощь им, допустим, в размещении в отелях. Если какие-то есть вопросы, всегда туристы смогут им написать либо вайвер, либо уже непосредственно находясь в лобби отелей. Это большое преимущество, да, так как не каждая принимающая компания имеет своих сотрудников, которые могут находиться в отелях, в больших резортах и в отелях непосредственно в Мексике. Наш прямой... Так, что-то я перекладывала. Все, секундочку. Наш прямой перелет Киев-Канкун, длительность которого 12 часов. Стартующая артерная программа с 28-12. На борту двухразовое питание, очень достойное и приличное питание. Основной багаж составляет 15 килограмм и ручная кладь – это 7 килограмм. Акцентируем внимание на бизнес-класс, который можно взять 40 килограмм. Основной багаж и 7 ручная кладь. То есть могут быть два чемодана по 20 килограмм, либо один чемодан не может превышать 32 килограмм. Акцентирую внимание на том, что все-таки бизнес-класс мест очень мало. Их всего лишь 12 количества. Поэтому желательно заранее, потому что они очень быстро расходятся. И когда уже желают туристы, то могут не успеть. Поэтому нужно желать заранее бронировать бизнес-класс по билетам. И учитывая то, что первый вылет у нас – это все-таки новогодние даты. И по отелям могут быть потом уже в процессе стоп. И пока у нас все есть на гарантии номера. Поэтому желательно, конечно, все успеть заранее забронировать, чтобы был выбор и по отелям. Так, про бизнес-класс я сказала. И следующий у нас очень важный момент – это правила прохождения пограничного контроля по прибытию и по прилету в Канкун. Значит, необходимо для туристов иметь электронное разрешение. Невозможно там допускать ни одной ошибки. Все должно быть четко по паспортным данным прописано. Паспорт должен иметь срок действия не менее 6 месяцев. Далее нужно заполнить анкету здоровья. Все эти необходимые ссылки у нас есть на сайте. Указано. И по прибытию туристы заполняют еще миграционную карту. Ее выдают либо уже на борту самолетом, либо непосредственно в самом аэропорту. Это важный такой момент. Далее еще по прибытию в аэропорту дают тархету, которая необходимо заполнить по багажу. Потому что без этого, собственно, не выпускают из аэропорта. Пограничная служба требовательна к этим документам и достаточно строго просматривают и проверяют все. Так, в принципе, никаких ПЦР-тестов ничего не нужно. Только нужно соблюдать правила, которые у нас прописаны на сайте. Трансфер к курортной части Канкуна. Это где-то длительность трансфера 20-40 минут. У нас комфортабельные автобусы, минивены, либо большие автобусы. Все зависит уже от количества туристов и в какой регион они непосредственно едут. 12 часов часовая разница. 8 часов, вернее, часовая разница. У нас и в Ривьеру Майю длительность трансфера это где-то 1 час 20-1 час 40. Самостоятельно вы оформляете электронное разрешение. Ссылки. Там ничего сложного нет. Там просто нужно быть внимательным. Это я отвечаю на вопрос, который вот мне уже прописали. Также есть новогодние доплаты по новогодним ужинам. Это все у нас прописывается в графе ужины новогодние вверху в шапочке. Круглогодичный сезон, ну, соответственно, высокий сезон это ноябрь, да, апрель. Самый высокий сезон. И валюта мексиканский Песо. В принципе, есть магазины, где можно просто рассчитываться в доллары, не обязательно менять на местную валюту. В основном они принимают, да, доллары. И 110 вольт это навантажение в сети. Есть отели, где уже стоят стандартные европейские розетки. И есть, ну, еще отели, где необходимо иметь переходники, где там два вот этих зубчика. Ну, поэтому нужно туристов предупреждать. Либо они могут сразу с собой это взять, либо уже приобрести это на месте какой-то сувенирной лавки. Потому что в отеле данные, ну, скажем, не предоставляют. Так, вопрос я тут сразу буду смотреть. Касательно вопроса перехода на зимнее время. Ну, если Украина будет переходить на зимнее время, то да, у нас будет увеличиваться тогда разница часовая на один час. Касательно сезонности, да, я вам сказала, что можно лететь в Мексику круглогодично, но самый высокий сезон по погодным условиям это, получается, ноябрь и апрель. Чем же для нас так привлекательна Мексика? Белоснежными бесконечными пляжами, огромные комплексы, резорты, которые невозможно пройти за один раз. Даже есть среди резортов, которые курсируют из Шаталбаса, паровозики для удобства передвижения туристам. Это касательно курорта Ривера Майя, это утопающая в зелени, в мангровых зарослях природа, это джунгли и высокий сервис, который предоставляют отели. Они все-таки стараются очень, даже на данный момент, учитывая то, что есть какие-то ограничения, ну, допустим, там ночные клубы, они не работают сейчас всю ночь, они работают до 12, только либо, ну, максимум до полпервого ночи. Это при отелях и за пределами отелей также. Есть, присутствует масочный режим, но это больше как зайти в ресторан и, ну, выбрать себе еду. В основном, в основном, больше никаких ограничений и нет. Чем Мексика привлекательна? Своей экскурсионной программой. Это огромный потенциал страны, это археологические зоны, это история, это племенные майя, ацтеков, альмеков, индейцев. Это одна из самых популярных экскурсий, это экскурсия в Чеченицу, которая включает в себя и купание в Сенотах. Это экскурсия на целый день, там же обед проходит, уже непосредственно в парке, где Сенот расположен. Для туристов, которые желают отдохнуть с детками, поехать, да и не только с детками, так даже просто для взрослых, это удивительная экскурсия в парк Шкарет, которая позволяет познакомиться с флорой и фауной Мексики, которая проходит два шоу, это театрализованные, где актеры переодеваются, раскрашиваются в индейцев, это перья, в шкуры и показывают историю своей страны. Они рассказывают, как проходил их быт, то есть очень с театральной музыкой, впечатляющее и очень красивое шоу. Там же можно покупаться и с дельфинами, вот, есть гастрономические туры, потому что мексиканская кухня, она настолько обширна, это не просто кукурузные лепешки и гуакамоли, как мы все знаем, да, но это более изысканные блюда. Можно поехать на острова Исламухэрес и остров Касумэль, это острова, где утопающая природа, с своей зеленью и где можно покупаться дайвинг. Есть также затонувший музей, где можно возле скульптур, которые под водой, произвести дайвинг. Касательно комбинированных туров, очень хороший вопрос, значит, принимающая компания на данный момент, она над этим работает, потому что они хотят в процессе сейчас как раз вот еще развить экскурсионную программу, работать, чтобы возможно было поехать еще в Мехико. Расстояние от Канкуна до столицы, это только внутренний перелет, но само Мехико, оно само по себе очень удивительное. Пирамиды Тио-Тио-Кан, это и само Мегаполис, оно того стоит, чтобы посмотреть. Но вот ребята как раз сейчас работают над этим, дабы, чтобы вот эти комбинированные туры можно было спланировать именно из Канкуна. Касательно обмена валюты, я уже говорила, что необязательно менять на местную валюту, можно рассчитываться долларами, они свободны, даже в супермаркетах, свободно ее принимают, на кассе вам дадут сдачу также в долларах. Далее, по экскурсионной программе, это экскурсии в Тулумы, Шалиха, это заповедные зоны, которые там находятся свои, Экбалам, то есть свои археологические зоны. Экскурсия в Канкуне, можно посмотреть ночную жизнь, это большие ночные клубы, как у Кабонга, один из самых популярных клубов, есть просто маленькие ночные клубы по типу Open Space, где открытые и морские прогулки, то есть морские прогулки на кораблях, где можно просто хорошо провести время, либо заняться рыбалкой. Общая карта, вот если вы видите, вот Канкун и где Мехико, то это достаточно большое расстояние, поэтому их связывает только, можно добраться на самолете. Значит, у нас три основных курорта, это Канкун, Плая Дель Кармен и Ривьера Майя. Канкун, как я говорила, это молодежные, это в основном отели, которые городские отели с небольшими территориями. Канкун с собой представляет, так скажем, в виде семерки, где короткая часть семерки находится остров Исла Мухерес, и там никогда нет волн, там бесконечный плесчаный белоснежный пляж, который переходит в лазурное, цвет воды в голубое, до темно-синего, и длинная часть семерки, на которой находятся тот же Лебланк и Хардрок отели, очень популярные цепочки отелей, но там будут активные достаточно волны, и это нужно учитывать и объяснять туристам при правильном выборе отелей. Так, у нас есть туры на остров Косумель, значит, почему их сейчас нет, не могу сказать, надо перепроверить, но остальная база также есть на острове Косумели, возможно, что-то пересчитывают, поэтому не отображаются сейчас в системе. Особенности курорта Ривьера Майя. Ривьера Майя, если посмотреть по карте, это продолжение Камкуна, идет Лайя-дель-Кармен, центральная точка, которая тоже имеет свою улицу Пятая Венида, на которой находятся развлекательные комплексы, супермаркеты, рестораны, бары, и дальше идет продолжение Ривьера Майя. Что такое Ривьера Майя? Это огромная береговая линия, на которой находятся в основном большие резорты, комплексы, но за пределами отеля нет никакой инфраструктуры, то есть там выйти нет никуда, поэтому такие комплексы и предоставляют весь спектр услуг непосредственно на территории отелей. Значит, очень демократичные цены есть по недорогим бюджетным вариантам, если хотят Ривьеру Майю посмотреть. Вот, также можно выбрать в отеле удинение, романтическую какую-то атмосферу, и для активный также и молодежный отдых. Мы сегодня с вами поговорим о группе отелей «Барселон», которая включает в себя 4 отеля. Сейчас я вам расскажу детально о каждом отеле. Собственно, мы строим наш вебинар так, что в прошлый раз я знакомила с цепочкой отелей «Иберостар». Сегодня мы поговорим о Барселоне, и дальнейшие наши вебинары также будут строиться. Мы будем говорить о более бюджетных отелях, не только о каких-то супердорогих, но и более доступных вариантах, потому что мы смотрели в Камкуне и недорогие варианты, чтобы можно было, так сказать, проверили, стоят ли они того, и будет ли комфортно нашим туристам там. Я буду об этом в дальнейших вебинарах, вы будете смотреть, буду вам доносить эту информацию. Сегодня я вам представляю вашему вниманию комплекс «Барселон». Значит, 4 отеля – это «Барсело Майя Ривьера», который принимает только взрослых от 18 лет. Это «Барсело Майя Пелест», «Барсело Майя Тропикал» и «Барсело Майя Бич». Значит, «Барсело Майя Ривьера». Мы проживали в этом отеле, и, так сказать, была возможность ощутить все прелести отеля, всю концепцию на себе. Вот маленькие видео идет, это наши сами девочки снимали, видео касательно вот пляж, какой вы видите белоснежный, переходы вообще воды. Цвета какой воды? Там от бирюзового до синего, ослепительная. Значит, отель новый, он открыт в 2019 году, не совсем немножко он поработал, потом закрылся на карантин, и вот сейчас он готов принимать гостей и дарить им удовольствие, наслаждение, отдыхом. Концепция отеля такая, что все номера у него, практически 500 номеров у него идут с видом на море, а остальные номера идут уже там либо полубью, либо тропикал вью. Значит, номера большие, это 49 квадратных метров номера и имеет джакузи на балконе. Терраса, на которой находится джакузи, составляет около 15 квадратных метров. Значит, буфет, завтраки, которые проходят, и ужины, и обеды в буфете с разнообразным питанием, у них большой выбор блюд, то есть по питанию там вообще вопросов нет. Ужины а-ля картов насчитывает порядка пяти ресторанов а-ля карт, которые нужно записываться предварительно. Ужины в общем ресторане, в буфете в данном отеле работают только до 6 часов. Такой момент тоже нужно учитывать. А если туристы вдруг не успели поужинать до 6 часов, так как это достаточно раннее время, они могут воспользоваться, и не успели записаться в а-ля карт, они могут тогда воспользоваться либо уже в порядке живой очереди в а-ля карт, либо другими ресторанами, которые находятся на территории всего комплекса. Потому что гости отелей Барселла, Майя, Ривьера могут пользоваться услугами всего комплекса, всех четырех отелей, которые находятся на территории комплекса. Дальше. Есть вечерние шоу-программы у них, но в основном это вот как диджей выступать, со светоосвещением, с музыкой, именно которая находится непосредственно в лобби отеля. Так, вот с фотографией номера. Следующий отель. Барселла Майя Пелес. Это отель, который принимают уже всех без ограничений, с детками. Огромнейшая территория в колониальном стиле, зеленая. Само передвижение вообще по всему комплексу, оно происходит либо на паровозике, либо огромный автобус двухэтажный курсирует. Ну, там есть часы передвижения его, но в основном это каждые 20 минут для удобства туристов, где можно поехать к любому из резортов. Между этими отелями у данного комплекса имеется, какая инфраструктура. Там есть и казино, есть и торговый центр, есть и для детей развлекательные всякие карусели, качели, то есть такой типа как там, ну, игровая зона. Дальше на территории комплекса находятся и дельфинарии, где проходят шоу с дельфинами. Джакуэ, спа, как для детей есть даже спа, и для взрослых. Так, в Барселла Майя Пелес есть еще категория, это как повышенный комфорт, премиум левел. Что это говорит? Это у туристов, у которых есть возможность произвести чекин и чекаут отдельный. Это имеется отдельный, своя зона только для этих туристов, повышенный комфорт, консьерж сервис и 24 часа ром-сервис бесплатный, который входит в эту категорию именно премиум левел. А стандартные категории, джуниор сьют, номеров, которые вы видите на фото, ну и, соответственно, не имеют эти преимущества. Это только та категория, которая вы видите при писку премьеры левел. Что в первом отеле, который мы смотрели только для взрослых, что в Майя Пелес есть доп-кровати. Да, потому что мы, я это знаю точно, да, там есть доп-кровати, они предоставляют экстрабет. Касательно Майя Пелес, реновация номеров была, конкретно сказать, когда, не могу, но пару лет, так точно, да, она была, они обновленные. Нет, они приносят неполноценную кровать, это как, ну, скажем так, как большая раскладушка, как экстрабет большой. То есть это неполноценная кровать. Там в основном кровати большие, это 2 на метр 20 основная кровать, если не кинг-сайз, то топ-места, нет, идет как чуть меньше. Либо, если вот в номерах вы видите, где диван, и диван раскладывается, и это тоже как экстрабет. Так, по Барселла Майя Тропикал я сказала, да, что есть возможность провести романтический ужин. Также это предоставляет услуги и по проведению самой свадебной церемонии на территории отеля. Есть сервис данный. Вот. По отелям, в следующем отеле мы перейдем, который Барселла Майя Тропикал Бич. Если есть вопросы по Барселла Майя Бич, вы можете писать. Если я чего-то упустила, то я вам обязательно проговорю этот момент. Барселла Тропикал Бич и Барселла Карибы входят в комплекс Барселло. Это считаются обыкновенные, скажем так, пятерки, которые пользуются услугами только своих отелей. Они не могут пользоваться Майя Тропикал, они не могут, собственно, пользоваться Майя Ривьеры, да, и Майя Пелоса. Потому что это отели уже повышенной категории. Поэтому они пользуются услугами только данных своих отелей. Барселла Майя Гранд Резорт – это и есть Барселла Майя Пелос, о котором я говорила. А Барселла Майя Ривьера – это отель, который принимает только взрослых от 18 лет. Значит, Барселла Майя Бич и Барселла Майя Пелос, я провистала его, извиняюсь. Барселла Майя Бич, да, и Барселла Майя Тропикал – это идентичные отели. Номера у них, конечно, по своей стилистике уступают первому отелю. Но, в общем, у них все комплектации – кофеварка, утюги, фены – это все есть в любом из проговоренных мной уже отелей. Вот, значит, огромнейшая территория. На территории есть и фламинго, и носухи, которые бродят по территории, абсолютно добродушные животные. Также большой спектр услуг предоставляет комплекс. Они могут пользоваться заплатно этим аква-дельфинарием, вот, ботинок, шоу дельфинов. А остальными аттракционами могут пользоваться и только своими услугами данного отеля. Если вы не видите в подборе на Барселла Ривьера Майя нет цен, значит, они пересчет идет. Вот, потому что мы сейчас, вот, как раз была поставлена задача проверить все, чего, по каким отелям идет у нас пересчет. И мы вот сейчас как раз над этим всем работаем. Поэтому буквально в понедельник, я думаю, вы уже все будете видеть, все стопы нами будут проверены, и будет уже в понедельник актуальная стоимость. Вот, поэтому следите, пожалуйста, за обновлениями. Мы будем, да, анонсировать это все. Вот, значит, запись Сибиро Старов, да, она опубликована, да, она опубликована в Ютубе, вот, вы можете ее просмотреть. Вот, если у вас еще есть, а-ля карты есть в любом из мной перечисленных четырех отелей, джакузи, джакузи есть только в отеле Майя Ривьера и Барселла Майя Пелес. В номерах отелей Бич и Тропикал нет джакузи, только ванная может быть как джакузи, как ванная сама, но на террасе как таковой ее нет. Все а-ля карты, да, идут по предварительной резервации на рецепшене отелей, да, по предварительной резервации. Но это не проблема, они всегда записывают и хотят, чтобы гости, наоборот, отеля как можно максимально попробовали, потому что они же итальянские, это среднеземноморский рыбный ресторан, мексиканская кухня, японская кухня, это все есть на территории отеля, и свободно можно этим пользоваться. Вот, если у вас есть вопросы, мне еще пишите. Следите, пожалуйста, за нашими следующими анонсами, мы будем информировать вас, вот, и более рассказывать уже про другие цепочки отелей. Рестораны все бесплатные, да, все правильно, просто по резервации они все бесплатные. Майя Бич и Тропикал, они пользуются общей своей инфраструктурой, только они, а все Пелесы пользуются своей инфраструктурой и другими, но так как он с детьми, он не может заходить на территорию Майя Ривьера, а Барселла Майя Ривьера, который принимает только взрослых, он пользуется любой, любым территорией любого отеля из этого комплекса. Спортзал есть в любом отеле, есть импортный алкоголь, ну, в основном, конечно, это местный алкоголь, это если текила, это своя родная стопроцентная гуава, есть импортный алкоголь, но, соответственно, чем выше уровень отеля самого, тем больше присутствует импортных бесплатно напитков алкогольных. У Майя Пелеса и это есть, у Майя Бич и Тропикала, это в основном идут только местные, они премиум класса напитки. А чем выше категория, тем, соответственно, да, это дороже будут и качественнее напитки. Ну, шампанское, брюды везде подают, как в котельном виде, так и просто в чистом, по желанию. Если это мы говорим о рум-сервисе, который вход пологий, пляж шикарный, белоснежный, вообще у комплекса Барсело считается один из лучших пляжей на побережье всего Ривьера Майи, это рай для отдыха, я же говорю, и с детками, так и для взрослых, которые, возможно, не совсем хорошо плавают. Там нет никаких ни волн, ни водоворотов, поэтому там по пляжу вообще проблем нет, и водоросли тоже, потому что Ривьера Майя, вообще Канкун, в принципе, это преимущество в том, что водоросли у них, вот на данный момент, я же говорю, мы буквально вчера прилетели все, и на себе ощутили, что абсолютно водорослей там не было. Чем они, Барсело, Майя, Колониаль и Кариба, чем могут пользоваться? Они могут пользоваться своей территорией, своей инфраструктурой, то, что у них есть, а это есть, и казино, но, в принципе, сейчас казино функционирует, работает, Wi-Fi есть по всей территории, в номерах, не только, ну, в обе, само собой, но по всей территории есть свободный Wi-Fi бесплатный. Так, еще вопросы, вижу, печатаю, подождем. По пляжу, да, я сказала, что там райское место, нет никаких вообще вопросов касательно захода и каких-то активных волн, широкая береговая очень линия. Планируется ли рекламный тур? Думаю, да, планируем, но касательно сказать, когда, точно я пока не могу. Это в процессе. Мы хотели бы познакомить побольше агентов, которые работают с Анекс Тур, чтобы познакомить больше и, так скажем, увеличить наши продажи, и чтобы у вас была возможность донести потом правильную информацию своим уже туристам. Живая музыка всегда присутствует в лобби отеля, либо это фортепиано, либо это просто, как диджей, я говорила, может вечером делать как шоу-программу световую. Касательно бильярда, не подскажу насчет бильярда. Возможно, он и есть, но как-то, знаете, не проинспектировали мы эту часть досуга. Так, вот, значит, Барселла, Майя, вот вопрос вот у меня звучал. Какой самый отдаленный отель? Нет отдаленного отеля, они находятся все вдоль береговой линии. У них не находится кто-то за кем-то. У Барселла все вдоль береговой линии, вот если вы посмотрите карту отеля, и просто можно загуглить, у меня тут не отображена карта, то вы увидите, что они относятся вдоль береговой линии, идут один за другим. Поэтому второй линии там у них нет, это все по территории отеля. Вход в казино бесплатный, да, конечно, все бесплатно. Ну, только за ваши деньги, я имею в виду, начинается игра, ну, само собой подразумевающаяся. Море, кстати, на продукты. Ну, понятное дело, что чем больше, выше уровень самого отеля, тем разнообразнее его питание. Ну, миди и креветки, это есть даже вот и в Бич, и в Тропикал, в Барсело. Они могут быть как в виде паэльи, да, в каком-то блюде, либо могут быть как гриль просто на шпажках. Я что-то нажала, и... А, вот я вернулась, извиняюсь. Вот. Поэтому выбор морепродуктов, он есть однозначно. Ну, это, как, знаете, как я говорила, выбор алкогольных напитков. Чем больше отель, уровень гостиницы, тем, соответственно, разнообразнее его питание. Если мы говорим о отеле Майя Ривьера, в котором мы жили, то там на завтраке есть и пшут, и лосось, и, ну, разнообразные. То есть не только там какие-то омлеты, там и снеки, начиная с суши и заканчивая уже какими-то более серьезными закусками. Выбор самих фруктов тоже большой. И манго, папайя, гуава. То есть все это есть в свободном доступе. Всегда подрезают. То есть там очень большие рестораны с посадкой большого количества туристов. По рекламному туру я отвечала. Майя Кариба и Майя Бич, они проживают и пользуются только территорией своего отеля и концепцией своего отеля. Они могут, у них есть казино, но свое. Они не могут ходить в другие отели, которые считаются выше уровнем. Например, как Майя Феллес. Поэтому они пользуются только своими территориями. Поселение, стандартное поселение в отелях. Поэтому, ну если, конечно, туристы прилетают и номера свободные, и неполная загрузка отелей, могут позволить сделать чайки намного раньше. Это уже, скажем, по лояльности самого отеля. Браслеты в отелях есть, да. В отеле Барселла Майя Ривьера у них новая, скажем, схема сейчас браслетов. Браслетов, браслет, который одевают на руку, он и есть ключ. То есть удобно, не нужно ходить с карточками. Как говорится, в любом состоянии турист всегда браслет, ключик при нем. Вот, сможет открыть дверь в свой номер. Это, скажем, уже новые отели, которые даже в Доминикане потом экспонтировали, уже по новой такой тенденции у них привязывается к браслету ключ от номера. У, конечно, у других Барселло это карточная еще система, вот, но у отеля Майя Ривьера, да, у них уже другая. Браслеты одевают в любом случае, да, бы для того, чтобы отсканировать, с какому отелю относятся данные клиенты. Экскурсии проводятся, да, в полном объеме. Мы ездили вот сами на Чеченицу, так сказать, хотели проверить, как проходит самоорганизационная работа гидов, как они вообще ведут эту работу. Очень-очень хорошо работают ребята, очень интересно рассказывают, подача материала сама, вот, и, да, уже в полном объеме они стараются, мексиканцы очень хотят и ждут туристов. Они очень доброжелательные, приветливые, вот, и купание, конечно, в сенотах, это что-то такое, даже, я не знаю, необъяснимое. Это такое удивительное, эти сеноты, где можно окунуться с природой, поплавать, сделать прекрасные фотографии, поэтому мы ждем наших туристов в Мексике. Все ждем и очень хотим подарить удовольствие людям, да, особенно, когда зимой, когда у нас холодно, окунуться в эту природу и познать историю данной страны, потому что история у нее очень большая, и люди готовы с этим делиться и рассказывать. Мы ждем от вас обратную связь. Если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, вы можете писать мне лично на почту, на caribbean.com. Вот, на ваши вопросы я буду отвечать. Следите также за нашими анонсами, за следующими нашими вебинарами по Доминикане и по Мексике. Вот, как я говорила, будем общаться не только, рассказывать касательно дорогих отелей, но это будут и то сплайс, это будут бюджетные очень отели в Канкуйне, которые нас приятно удивили. Немножко так скептически, возможно, мы к ним отнеслись сначала, но потом, когда увидели, полностью поменяли свое мнение, что это очень для бюджетного варианта, учитывая столько, сколько они стоят, очень достойные отели. Вот, об этом мы будем уже немножко позже говорить. У нас будут проходить вебинары, один вебинар по Мексике и один по Доминикане раз в неделю, поэтому обязательно следите за нашими анонсами. Вот, приятно было с вами пообщаться, рассказать вам о Мексике, поэтому огромное спасибо за внимание, за то, что вы уделили его нам. Вот, и до скорой встречи. Очень интересный вопрос касательно аренды машины на прокат. Ну, в принципе, теоретически можно брать машины на прокат, но как сами гиды, и вот мы общались по этому вопросу, но не рекомендуют. Почему? Ну, потому что у них, скажем так, что за пределами отеля достаточно все безопасно. Да, ходит туристическая полиция, они очень так грозно выглядят, все, но у них полиция как орган сам по себе существующий, то есть если вдруг какая-то неприятность произойдет, то они могут потребовать штраф, да, не объясняя за что, сами создать какую-то неприятную ситуацию. Поэтому во избежание каких-то непредвиденных, ненужных ситуаций не рекомендуют туристам брать машину на прокат, ну, лучше как бы, чтобы спокойно прошел отдых. Ну, это вот из того, как мы общались, да, интересовались этим вопросом, вот нам сказали вот так, что лучше не стоит, не надо искать приключений ненужных. Вот, все, поэтому все, до скорой встречи, счастливо. Спасибо.